Друзья, сегодня я расскажу про два замечательных сноуборда от бренда Arbor & Jones. Когда мы сравниваем такие более традиционные модели, где уже достаточно четко распределены технологии и сравнение более актуально. Здесь же все-таки мы говорим про снежный серфинг, про доски, которые рассчитаны для катания в особой консистенции, в особой кондиции снега. И начнем, собственно, с Arbor Single. Многие, кстати, просили сделать обзор меня на эту модель. Как я и говорил раньше, это доски для глубокого снега, для паудера, для паудер серфинга. Поэтому, конечно же, мы сразу наблюдаем вот эту сумасшедшую и потрясающую форму доски для паудера. Форма доски сразу у нас, как вы можете заметить, так называемый pintail. То есть у нас увеличение в носовой части и достаточно такое серьезное глобальное сужение хвостовой части формы pintail, которая, кстати, сегодня в индустрии снова возвращается. Если говорить про цифры, то у данной ростовки, а ростовок этих сегодня две у этой модели, 152 и 156, у нас в руках 156 ростовка. И ширина носа, внимание, 32 сантиметра, а ширина тейла 30 сантиметров. То есть тайпер это у нас составляет 2 сантиметра. Это действительно сегодня достаточно большой, большой широкий нос по меркам практически, наверное, всех брендов. Нос, естественно, достаточно длинный, потому что у нас относительно центра закладные смещены назад. Здесь сетбэк. Сетбэк составляет аж 3 сантиметра. Тейл узкий, очень легко будет загружать тейл, и при этом задняя нога уставать у нас, конечно же, не будет. Очень широкая талия на 56 ростовке. Талия у нас составляет 27 сантиметров. Ну, это вот сегодня уже такая, наверное, традиционная талия для таких досок. Альтернативный фрирайд. Да, это вот популярные широкие вайдовые модели. Что касается по жесткости этой модели, то мы видим, она достаточно такая мягкая. То есть у нее есть определенная упругость, щелчок. Но в целом, даже несмотря на то, что все доски Арбор делаются вот с этим верхним топ-шитом из натурального ламината. Power Play такая технология называется, которая увеличивает собственные жесткости торсионную и продольную. Все равно вот модель, конечно, модель сингл достаточно мягкая. И если даже посмотреть жесткость носа, то, в принципе, он даже еще чуть-чуть мягче. Здесь мы также наблюдаем кембер. Причем кембер, самое интересное, он очень высокий, он достаточно мощный. В принципе, он относительно длинный, опять же, по меркам сегодняшних брендов. С таким кембером мы наблюдаем очень большой рокер на носу. То есть рокер действительно серьезный, рокер мощный. И он начинается, наверное, примерно вот от начала передних закладных и уходит постепенно вверх. У Арбора есть такая интересная особенность. Это технология, которую делает компания Арбор и многие другие бренды. Она у них называется технология Power Fenders. Это контактные точки. Вот эти контактные точки, самая, скажем так, широкая часть носа, она поднята на 5 градусов. То есть у нас такая своего рода ложь. Производство и технологии завода СВС в Арабских Эмиратах позволяют, конечно, в полном объеме экспериментировать шейпами в таком направлении. Поэтому, друзья, если говорить про эту доску, что основная какая концепция у этого сноуборта? Это очень глубокий снег. Это достаточно серьезный склон по градусу, но при этом, чтобы на таком склоне, опять же, было большое количество снега. Естественно, деревья, елки. Это, наверное, идеальная среда для данного сноуборта. Потому что невысокая жесткость, небольшая ростовка, маленький относительно радиус бокового выреза. Здесь тоже он очень интересный. Он у нас прогрессивный. 8, 7,1 и 8. То есть это действительно достаточно маневренная доска. И, опять же, при этом мы возвращаемся к пинтейлу. Такая форма тейла, она вот именно добавляет ту маневренность, которая необходима на очень крутом склоне. На среди деревьев, среди елок, но при этом, чтобы это был снег. То есть я считаю, что это идеальный вариант. То есть говорить про какие-то, скажем так, более агрессивные условия фрирайда, как, например, задутоши, какие-то обледенения, лед, тем более, в конце концов, какое-то малоснежие. Все-таки для этой доски, наверное, такие условия не очень хорошо подходят. Я бы даже сказал, совсем не подходят, несмотря на наличие всяких технологий грипп теч или кембера, в конце концов. Все-таки я считаю, что основная концепция этого сноуборда – это исключительно глубокий-глубокий снег. Так и вот своего рода такой серфинг. За счет, опять же, жесткости, за счет формы вы будете просто плыть, маневрировать и наслаждаться вот этими резкими какими-то поворотами в паудере, какими-то такими паудертернами. То есть это вот, я считаю, что, конечно же, концепция этой модели. Ну, а если говорить, собственно, про Джонс, про Джонс Сторм Чейзер, конечно, уже много про эту доску сказано. Она такая достаточно старая в линейке бренда Джонс. То, по сути, мы, конечно, в большей степени наблюдаем очень много похожих решений, похожих решений в шейпе. Вот, например, смотрите, друзья, здесь мы видим тоже очень большой и очень широкий нос. Но в отличие от арбора, он у нас острый. Кто-то любит такие острые носы, кто-то любит, наоборот, обрубленные формы. Острый нос, он, да, он позволяет делать более плавные дуги. Острый нос, он лучше плывет в глубоком снегу. Но также он имеет форму ложки традиционно. Он имеет очень большой рокер. То есть, также рокер примерно начинается от передних закладных и уходит, соответственно, вверх. Но в отличие, допустим, от того же арбора, здесь мы наблюдаем флэт полностью. То есть, здесь нету кембера и здесь абсолютно плоская доска. То есть, так называемый серф-рокер Криса Кристенсена. Человека, кто, собственно, делает этот шейп. Но, если говорить по цифрам, то здесь тоже очень круто у Джонса написано. Ширина талии здесь 27,5, у арбора 27. То есть, тоже широкая талия налицо. Тайпер, кстати, здесь тоже 2 см, как и на арборе. А вот если и ширина носа, в принципе, на самом деле и тейла, она тоже очень похожа. 32,7 и 30,7. То есть, в принципе, доски по цифрам, по ширине талии, по ширине носа и тейла, они между собой не сильно-то и отличаются. Также вот радиус бокового выреза здесь тоже очень похож. Он составляет 7,1. Сетбэк 2,2, на арборе он 3. То есть, здесь мы видим тоже, скажем так, очень похожую, такую очень похожую геометрию именно в цифрах. Если не брать, конечно, вот такие ярко выраженные, скажем так, вещи, как нос. И в то же время ласточкин хвост, фиштейл. Если говорить про концепцию ласточкиного хвоста и того же самого пентейла, то в целом они очень похожи. То есть, они также хорошо задавливаются в глубокий снег, они также хорошо загружаются и при этом поднимают вот этот мощный нос. Но, если говорить про дальнейшее, скажем так, назначение, то я считаю, что Джонс, допустим, он более универсален, чем, например, тот же самый Арбор Сингл. Почему он более универсальный? Хотя цифры очень похожи. Во-первых, эта универсальность, она зависит от жесткости. Жесткость у Джонс Шторм Чейзер, она действительно очень высокая. Если мы эту доску прожмем, то мы по ощущениям почувствуем, что под нами действительно какой-то снаряд для фан-карвинга, снаряд для действительно каких-то быстрых и мощных дисциплин. Это первое, скажем, что определяет эту доску как более универсальную. То есть, на ней возможно кататься не только, собственно, в паудере, не только в молоке в снежном, но и где-то по трассам, где-то по какому-то льду, несмотря на то, что она плоская, имеет рокер. Но, тем не менее, опять же, вот этот фиштейл, за счет того, что сама вот эта длина, эффективная длина, она гораздо больше, чем у того же сингла, доска получается у нас более стабильная. Опять же, у нее более плавные такие и стабильные дуги. Поэтому, конечно, вы можете на этой доске врываться и в паудер адский и чувствовать себя очень комфортно. Ну и также, вы можете где-то попробовать покататься и не только в паудере, это и по трассам, и, конечно же, где-то в каких-то жестких условиях обледенения. Поэтому, если сравнивать эти два сноуборда, то, несмотря на такую общую похожую концепцию, все-таки Storm Chaser, он более универсальный. Но тут, опять же, вопрос, нужна ли вам эта универсальность или не нужна. Но, вот, скажем так, разница между этими моделями, по крайней мере, такая. Полную информацию про эти доски можете посмотреть у нас на сайте epicboardshop.ru. Ну, а с вами, как всегда, был Epicboardshop.tv. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!